Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. Не могу понять помыслов бывшего. Встречалась женщина более полугода. Говорил, что близкая ему дорога, но в любви не признавался. Более того мог временами говорить, что ему никто не нужен. Собственно, на этой почве мне и расстались, так как мне показалось, было полное обесценивание всего страны. Прошло больше 6 месяцев после расставания, и он присылает поздравления на 19 декабря. Я не ответил, я дала ещё несколько дней подряд, он завалил меня вопросы, но почему не отвечаешь, ты меня игноришь? И всё в таком духе, потом молчок. Снова поздравления с номера ОСДН. Не знаю, что это, может быть день рождения. Вот. Ма, которая сухо ответила, и теперь буквально два раза от него поздравления на старой НГ. Уже не выдержала, спросила о целях поздравлений. Только мне ничего не ответил, просто написал, потому что ты хорошая девушка, поэтому пишу тебе. В общем, бред какой-то, но подозреваю, что ещё будет писать, и цель всё-таки какую-то имеет. Но не могу понять смысла встречи. Он не предлагал конкретно сказать, зачем пишет. Я тоже не смог, буду благодарна за разъяснение. Ээээ, Ксинья, я думаю, что вам необходимо понять для себя и увидеть, что психологи не обсуждают третьих лиц, то есть нам говорить о третьих лицах, о людях, которые к нам не обращаются напрямую нельзя. Это запрещает профессиональная этика, просто элементарная профессиональная этика запрещает, поэтому делать это для амфабии, например, я не вижу возможно. Ну, что я вижу, исходя из вашего текста? Я вижу в первую очередь то, что вы обращены больше на человека, то есть я вижу, что вы ориентированы на, ну, другого, вот, вот, то есть вы не доверяете себе, вы пытаетесь у человека теперь у нас как-то узнать, что это значит. Но, если не знаете вы, та, которая встречалась с ним с человеком с полгода, вот, очень интересно откуда, откуда можем знать мы, вот, ведь мы мужчину не знаем, вот, как раз, мы не знаем, какие у него ценности и предпочтения, а можем, в принципе, только догадываться. мне бы не хотел, потому что это область психологии, которая не занимается гаданием, гаданием, вот. значит, смотрите, не могу понять помыслов бывшего, пишете вы? Да вам не надо, в принципе, понимать помыслов бывшего, вам достаточно понять себя и свои приоритеты, вот. Вам не надо никого понимать, понимаете? вам не нужно стараться понять другого человека, потому что невозможно это. Не всегда человек сам знает, почему так делает. то или иначе, так считаю, совершенно бессмысленно, бессмысленно, совершенно бессмысленно пытаться, ну, совершенно бессмысленно пытаться понять, как кого-то, вот. тем более, какое-то время вы не общались с, ну, с партнером, вот. как, как бы, ну, контакт, да? наручен был, вот. между вами, как, ну, откуда вы можете понять человек, ну, в данном случае. вы демонстрируете здесь только недоверие себе. вы демонстрируете только то, что вы себе не доверяете. вы демонстрируете то, что вам, вот. очень хочется опереться на, ну, мужчину, вот. опереться на партнера, вот, опереться на кого-то, но не на себя. Далее вы пишите. Встречал с МЧ, более полгода, говорю, что близка ему дорога, но в любви не признавался. А вы? вам он близок, дорог, вы ему в любви признавались. Вот. А что общего между вами? Что вас объединяет, да, да, и что вас связывает, вот. Понимаете, да? То есть, вот, что между вами общего? Потому что, ну, пока что, нет ощущения, то есть, пока что есть, есть такое ощущение, что, бля, человека требуется просто чего-то. Не, ну, это неплохо, то, что вы, то, что у вас есть требования, но, просто, история здесь, на мой взгляд, про то, что, вот вы говорите, мне он не говорил, да, а в любви мне не признавался, вот. Вот. А в вашей стране, ну, в вашей стране, что было, вот. И было ли что там в вашей стране, вот. Вот. То есть, это очень важно. Ну, получается, что, а, ну, в отношениях находится только он, вот. Ну, я имею в виду молодой человек, а не вы. Ну, вы, 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 вы тоже находятся в отношениях с мужчиной. И ваши отношения определяют, а, не только его активность. Активность, ну, мужчина. Ну, и ваша тоже. Вот. А какая ваша активность? Не ясно. Непонятно. Вот. Ну. Ну, если мы как-то смотрим, смотрим, смотрим на описание, текст вашего, да. Вот. То есть, это вот, ну, такой довольно важный, получается, момент. Дальше. Более того, мы к временам говорим, что ему никто не нужен. Ну. Слова – это слова. Вот. Слова – это предслова. Ну, могут быть. Ага. Другой вопрос. Как они вас вдевают? Вот. Это слова. То есть, вдевают вас в тревогу, например. Вот. Ну, может быть, страх какой-то. Может быть, вы ещё что-то чувствуете? Ну, такое. Негативное. Вот. Как на вас влияют эти слова? По возможности, по возможности, желательно вот, ну, конкретно, на это, на этот вопрос постараюсь ответить. Вот. Дальше. Собственно, это было шпинация. И расстались, пищевые. Мне показалось, было полное обесценивание. С его стороны. Вот. То есть, вы расстались из-за того, что он временами мог сказать, что ему никто не нужен. Вот. То есть, ему не нужны вы, ну, иными словами. Ему не нужны вы, да? Получается. Получается. И если ему не нужны вы, то вы с ним расстались. Правильно я пока понимаю. Плюс, вы говорите о том, что вам кажется, что полное обесценивание. Обесценивание чего? Чего? Вот. То есть, обесценивание вас или обесценивание кого-то. Вот. А всегда ли так было? Или. Только вот. А. Сначала. Восход отношений от населов. Или. В какой-то определенный момент. Восход. Восход отношений от населов. То есть, вот. Тоже этот момент очень важен. Но пока. 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 Я бы сказал, что как будто вы, ну вот, пытаетесь на человека опираться. Как будто бы вы пытаетесь, значит, компенсировать. как бы что-то. Вот. Нужно посмотреть на то, что именно вы пытаетесь компенсировать. Вот. Так. Довольно важный. Довольно важный. Довольно важный момент. Так. Ну и дальше он начинает вам писать. Спустя. Шесть месяцев после расставания он присылает поздравления на девятнадцатый декабря. Я не ответил. А почему вы не ответили? Мне ответил, что не ответила. Ну то есть, вот, ну, т10е вот, что вас смотивировало не отвечать, не отвечать? И дальше вы пишите следующее, что, зато несколько дней подряд позвала у меня вопросами, после молчок, и поздравление на которое Суха ответил, и теперь буквально два дня назад от него поздравление на старой МИДЕ. Почему Суха ответил? Как будто бы обиды какая-то на него, то есть мы вырастались, да, но общение-то из чего прерывает. Общение, после расставания у людей общение прерывается тогда, когда у них мало общего друг к другу. Вот у меня ощущение такое, что у вас мало общего, со человек. Ну, в смысле того, что Федори 2.100, какой момент, что у вас объединяет. Понимаете, да? На что нужно обратить внимание вам. Вот. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь. Да, вы пишите. Уже не выдержала. Вы не выдержали чего? Что с вами происходило, что вы не выдержали? Спросила цель этих поздравлений, только мне ничего не ответил, просто написал, потому что ты хорошая девушка, блять как вот. Ну, помимо того, что здесь вы обесценили человека, сами, вы обесценили его рвет, вы спрашивали цель для чего? Чтобы что? Ну, вот вы пишите цель, цель, а цель этих поздравлений. Очевидно, что вы ничего бы хотите. И очевидно, что вы фрустрируетесь, что не получаете того, чего хотите. И очевидно, что у вас чувства есть негативные поздравления, их можно помочь прожить. Вот. Давайте пытайтесь скрыть. Вот. И отсюда, отсюда вот родился ваш текст. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи.